Курорта 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 оборудованных возможностями системы искусственного снегообразования, восемь современных канатных дорог, а также вся необходимая инфраструктура. Правительство вывело курорт Архыст на операционную рентабельность в течение последних двух лет. Это позволило сформировать условия для привлечения стратегического инвестора. В рамках исполнения поручений президента правительством были проработаны различные варианты привлечения стратегического инвестора. В итоге был выбран наиболее оптимальный вариант продажи с инвестиционными обязательствами по развитию инфраструктуры курорта. Этот подход позволяет не только в полном объеме вернуть вложенные государством средства, но и реинвестировать их в развитие других прорывных проектов Северо-Какаско-Федерального округа, а также обеспечить активное развитие курорта уже без привлечения средств федерального бюджета за счет частных инвестиций. На прошлой неделе состоялся конкурс «Определен стратегический инвестор», который поэтапно перечислит в бюджет Российской Федерации 24,2 миллиарда рублей, что существенно превышает вложенные государством средства. По условиям конкурса, в соответствии с соглашением, инвестор взял на себя обязательства по строительству за счет собственных средств, канатных дорог, горнолыжных трасс, гостиниц, ресторанов, других объектов инфраструктуры в объеме не менее 40 миллиардов рублей. Это позволит к 2030 году минимум удвоить туристический поток. Архыс станет курортом международного уровня. Тем временем Архыс отметил знаменательное событие. Общее количество посетителей курорта с момента его открытия достигло трех миллионов человек. Знаменательного гостя поздравили и вручили сертификат на безлимитное катание на весь следующий зимний сезон. За торжественным мероприятием наблюдал корреспондент Артур Мхце. На туристической карте России этот курорт Карачаев-Черкесии появился в декабре 2013 года. Построенный с нуля Архыс с тех пор постоянно привлекает внимание любителей активного отдыха, демонстрируя уверенный прирост посещаемости. И вот наступил момент, когда общее число гостей достигло трех миллионов человек. По такому случаю в «Романтике» было организовано музыкально-познавательное шоу, участником которого, а значит и обладателем сувенира, мог стать любой желающий. География только тех, с кем удалось пообщаться во время торжественного мероприятия, потрясает. Среди гостей курорта оказались жители России, без преувеличения от Камчатки до Калининграда. Это просто неописуемая красота, бесподобный воздух и атмосфера, доброжелательность. Наверное, это просто на уровне подсознания и где-то там внутри. Здесь просто потрясающе. Слышали много хороших отзывов об этом курорте. Первый раз приехали, очень нравится все, хорошая инфраструктура. Тут очень красиво, есть прям хорошие кафешки, тут вкусно готовят у нас. Был в сибирских курортах, здесь, конечно, это Кавказ, это красиво, это эстетика. Здесь, конечно, стокошибательное видео, быть здесь надо обязательно. Разумеется, популярность не появляется на пустом месте. Курорт постоянно развивается, совершенствует свои услуги, что позволяет круглогодично встречать желанных гостей, проводить здесь соревнования по горным лыжам, в том числе всероссийского уровня. На период нынешнего сезона в Романтике и Лунной Поляне работают 8 канатных дорог и 27 километров трасс различной степени сложности. Как говорят посетители Архиза, мало какой горнолыжный курорт Европы сравнится с тем, что есть в Карачаево-Черкесии. Мы каждый год растем, и трехмиллионный пуститель как раз-таки зафиксирован, начиная с 2013 года. Каждый год туристический поток растет сюда. За 2022 год зафиксировано 740 тысяч людей, которые посетили. Это на 8% больше, чем в 2021 году. И вот наступает кульминация. Ведущий объявляет трехмиллионного посетителя курорта Архиз. Им становится Джамбулат Эбзиев, родившийся в Карачаевске, но уже много лет работающий в российской столице и часто приезжающий из Москвы в Карачаево-Черкесию. Вот и теперь, как только выдалось свободное время, он не отказал себе в удовольствии прокатиться по любимым трассам. Я могу сказать, то, что сейчас происходит на фоне Архиза, это просто один из лучших вариантов отдыха для горнолыжного отдыха. Потому что я из-за границы много часто ездил. Некоторые заграничные курорты ни в какое сравнение с Архизом. В подарок юбилейный гость получил сезонный абонемент на следующую горнолыжную зиму. Как говорят организаторы, курорт будет и впредь радовать своих посетителей постоянным улучшением качества обслуживания, новыми видами услуг и различными праздниками, что в перспективе позволит встречать до двух миллионов человек в год. Артур Мухцей, Ислам Урумов, Вести Карачаева-Черкесия. День рождения основного закона. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов поздравил жителей республики с Днем Конституции, который отмечается 5 марта. В своем обращении он отметил, что вот уже 27 лет Конституция Карачаева-Черкесии остается базовым документом для нашей республики. Является надежным гарантом прав и свобод граждан, основой социально-экономической стабильности региона, слаженной и эффективной работы всех ветвей и органов власти. И это неудивительно, ведь большую роль в ее создании, помимо представителей законодательной и исполнительной власти, юристов, экспертов, лидеров общественного мнения, сыграл сам народ многонациональной Карачаева-Черкесии, внеся предложения и замечания в представленной общественности проект Конституции. Реализацию федерального проекта «Безопасность дорожного движения» обсудили на межведомственном совещании, которое прошло в Министерстве внутренних дел республики. Во время совещания были подведены итоги прошлого года. Так, в Карачаево-Черкесии отмечается рост количества ДТП более чем на 26%, по числу погибших на 56% и раненых на 32%. Главная причина – нарушение правил расположения на проезжей части, скоростного режима, выезд на полосу встречного движения. Одной из актуальных проблем остается бесхозно пасущийся скот. В текущем году зарегистрировано 18 происшествий, в результате которых два человека погибли и один получил травмы. Главный федеральный инспектор республики Игорь Дральщиков выразил озабоченность тем, что гибнут молодые люди и считает, наказание за вождение в нетрезвом виде должно быть максимально тяжелым и влечь за собой лишение прав управления транспортным средством. Присутствующие отметили, что важным направлением профилактической работы является система автоматизированного контроля за соблюдением правил дорожного движения. А вот число аварий на железнодорожных переездах России за прошлый год сократилось, сообщают в РЖД. По-прежнему основными причинами аварий на переездах остаются нарушения правил дорожного движения. Водители выезжают на пути на запрещающий сигнал светофора. В Черкесске прошли информационные мероприятия, направленные на привлечение внимания к правилам пересечения железнодорожных переездов. Ахмат Халкетчев продолжит. Совместная информационно-пропагандистская акция с привлечением СМИ, сотрудников Росранснадзора и ГИБДД с их юными друзьями прежде всего нацелена на преотвращение несчастных случаев на железной дороге, уточняют организаторы. Жизнь и здоровье близких, родных всегда дороже, нежели чем лишние секунды, которые ты выиграешь тем, что быстро проедешь. Поэтому всегда нужно думать о безопасности в первую очередь. С начала текущего года на территории Северокавказского федерального округа произошло три ДТП именно из-за нарушения правил пересечения железнодорожных переездов. Погибло два человека. К слову, за аналогичный период 1922-го было одно дорожно-транспортное происшествие. Сэкономив минуты, нарушители ПДД могут сделать несчастными сотни людей. Нарушение правил может привести не только к их гибели, но и к массовой гибели пассажиров в поезде. Не нарушайте правила дорожного движения при проезде железнодорожных переездов. Поезд остановить не так просто. Главная причина всех происшествий – при обжении правилами дорожного движения водителями, с сожалением, отмечают специалисты РЖД. Ахмад Халкевичев, Олег Налхожев, Вести Крачаева, Черкесия. Любите помнить родной язык. Накануне в Московском доме национальностей состоялся показ пяти короткометражных фильмов на национальных языках народов Крачаева-Черкесии, снятых в рамках реализации социального проекта «Легенды и сказания» Карачаева-Черкесской республики. Организатором мероприятия выступило постоянное представительство республики в Москве при содействии Министерства культуры Карачаева-Черкесии. Цель проекта – сохранение и популяризация национально-культурных традиций и родных языков народов республики, а также активное взаимодействие молодежи региона, проживающей в столице. Вниманию зрителей были представлены пять легенд, повествующих о красоте человеческой души, о чувстве долга, любви и самоотверженности, а также безграничной гордости за родной край. Также состоялась концертная программа с участием музыкальных исполнителей и национальных танцевальных ансамблей. Стоит отметить, что в рамках мероприятия постпредством была проведена акция «Письма на родных языках от студентов» военнослужащим Карачаева-Черкесии, участникам СВО. Все письма со словами поддержки и благодарности на пяти национальных языках будут переданы нашим солдатам в ближайшее время. Я считаю принципиально важным проведение такого рода мероприятий на постоянной основе, дабы усилить дружбу народов, ведь мы считаемся многоконфессиональной, многонациональной страной. И вот вдали от дома мы должны постоянно вот так собираться. Я бы хотела поблагодарить организаторов за данное мероприятие. Было очень приятно встретить своих друзей с малой родины, было приятно провести с ними время. Также окунуться в ту культуру, в которую мы сами росли. На самом деле этого очень не хватает в Москве. И я очень рада, что мы снова можем вот так вот собраться. И хотелось бы почаще таких мероприятий в Москве. В кинотеатрах страны продолжается показ исторической драмы Сергея Урсуляка «Праведник». Он основан на реальных исторических событиях, и главные роли в нем исполняют как звезды первой величины, так и начинающие актеры. Впечатлениями от просмотра картины зрители поделились с Альбиной Ламковой. Фильм о подвиге советского солдата Николая Киселева продолжает покорять сердца российских зрителей. Кто не посмотрел, спешат в кинотеатр «Чарли», так как отзывы и эмоции после просмотра картины восторжены. «Я в предвкушении сейчас начнет этот фильм. Я смотрела многие отзывы, и все его хвалят, поэтому я думаю, что мне очень понравится». Сергей Урсуляк постарался через историю рассказать, как важно в любой ситуации не терять здравый смысл и оставаться человеком. В фильме не случайно сделан акцент на том факте, что Киселев, спасая евреев, выполнял приказ. Герой Яценко сей своей работой подчеркивает важность других людей, тех, которых он спасает. Неявный, но герой. Фильм происходит в нескольких временных пространствах. Место действия – Беларусь. Ближе к нашим дням эта линия разворачивается в Израиле, где решают, имеет ли смысл присвоить Николаю Киселеву статус праведника народов мира. «Здесь каждый персонаж – человек с удивительной судьбой», говорит министр культуры республики Зураба Гирбов. Посмотрев фильм, он отметил, что картина будет интересна зрителю, потому что, как минимум, снято интересно. Фильм «Праведник» – это еще один взгляд на события Великой Отечественной войны, на темы, которые зачастую проходят как-то вскользь. Потому что геноцид еврейского народа, проблемы, связанные с послевоенными гонениями, история до войны – все это очень через жизни людей раскрыто в фильме. Люди откладывали в стороны вообще свою национальность, откладывали какие-то конфликты межэтнические, межрелигиозные и вместе боролись с общим влагом. Впечатляет. Фильм основан на исторических событиях. Я вообще хожу в кино очень часто, у меня есть пушкинская карта. Слезы просто наворачиваются. Тема войны и патриотизма всегда будет актуальна. Я думаю, тем более в наши дни каждый учащийся, каждый студент, да что говорить, да и взрослого поколения должны посмотреть этот фильм. Пробежать мост и выжить. К счастью, финал хороший, острые моменты переживаний и нечеловеческая жестокость уже позади. Останется в памяти исторический подвиг и правдоподобная игра актеров. Альбина Ламкова, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия. Внимание участников дорожного движения. МЧС информирует. Сегодня до конца суток по Карачаево-Черкесии ожидаются очень сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Водителей просят быть внимательнее на дорогах. Такими были самые актуальные вести республики на этот час. Я с вами прощаюсь. Далее смотрите интервью с начальником отдела организации и проведения переписи и обследований в Карачаево-Черкесии Северокавказ-Стата Кулистан-Шудаковой. С ней беседовала Алла Динаева. Здравствуйте, Кулистан Магомедовна. Расскажите, пожалуйста, помимо масштабных компаний переписи, и какая еще важная работа проводится вашими сотрудниками в данное время? Здравствуйте, Алла. Наряду с тем, что традиционно статистика занимается приемом и сбор отчетов от организаций предприятий, не менее важна другая составляющая в нашей работе – это проведение опроса населения, домохозяйств. Здесь у нас с каждым годом эта работа все шире и шире. Вот начиная в данном случае, сегодня я хотела бы рассказать об обследовании населения на предмет его здоровья. Называется состояние здоровья населения, наименование обследования. Его мы проводим начиная с 2019 года на ежегодной основе. Кулистан Магомедовна, расскажите, а эта работа будет продолжена дальше? Опять же, в сентябре у нас уже Росстатом, ведь нам выборка приходит централизована с Росстата. Уже мы получили населенные пункты, в которых будет проходить опрос, проверили их на предмет достижимости. То есть все наши интерьеры везде смогут пройти, проехать, опросить. И отчитали с Росстат, что мы готовы. И летом будет подготовка к нему, а в сентябре опять наши интерьеры пойдут в поле для того, чтобы получить итоги за текущий год опрос провести. Выборка определяется централизованно, научно обоснованным методом в Росстате. И спускается прям поадресно. Вот у нас обычно это 11 населенных пунктов, каждый адрес прописан. И даже на площадке одна квартира попадет, а другая нет. 11 населенных пунктов, короче, Черкесия, это вот какие населенные пункты? Это со всех районов? Да, со всех районов. Традиционно республиканский центр всегда, три участка попадает. И 27 домохозяйств в каждом из 11 населенных пунктов. С 2019 года вы проводите обследование такое, результаты каковы? Расскажите, пожалуйста. Вкратце бы вот хотела я остановиться. Значит, вначале мы выясняем, как корреспондент оценивает состояние своего здоровья. Так, по итогам у нас получается, что как очень хорошее, но у нас, скажем, небольшой процент в регионе, всего лишь 80 небольшим процентов опрошенных респондентов оценивают свое здоровье как очень хорошее. Если говорить о масштабах округа, то тут у нас есть те, которым, как говорится, мы и рядом не стоим. Это Чеченская республика. Практически 45% населения оценивают свое здоровье как очень хорошее. Немногим менее, вот 8,2, мы говорим, чуть более, да, 8,7 оценивают как плохое, опрошенные. Да, вот. А те, которые оценили себя как хорошее и удовлетворительное, они тоже рядом. 42% сказали, что хорошее считают здоровье, 39% населения считают удовлетворительное. Понятно, да, что как мы себя оцениваем, респондент, и на самом деле какое его здоровье, эти данные могут существенно расходиться. Но, опять-таки, это важно, иметь эту информацию для того, чтобы оценить, как вот те социально-экономические факторы, да, которые влияют на его жизнь, как они вот влияют на оценку состояния вот им самим своего здоровья. Вот. Если говорить в плане психологическом, тут мы тоже опрашиваем, спрашиваем, «Как вы себя чувствуете? Насколько бодрым, спокойным, раскованным, отдохнувшим? Разражает ли там вас что-то?» и так далее. То есть вот эти факторы, они тоже дают возможность такой психологический портрет сложить респондента. То есть там пять вопросов касаются психологического благополучия. И по пятибалльной шкале, вот, получая там 13 и выше, это значит у респондента относительно хорошее психологическое благополучие. Вот. И начинаем далее, идем с того, что насколько часто ходит ли он последние два года на диспансеризацию. То каждый год мы это выясняем. И следует отметить, что по сравнению с предыдущим годом доля вот населения, ну тут у нас в гендерном разрезе мужчины и женщины, и те, которые ходят на диспансеризацию, проходили последние два года диспансеризацию, она увеличилась по сравнению с предыдущим годом. Причем в сельской местности тоже имела вот такое заметное увеличение. Мы наблюдаем увеличение темпы роста, да, положительные, как приверженность населения, высокая приверженность здорового образа жизни. Это означает вот соблюдение таких пяти условий. Отсутствие, значит, не курит человек, потребляет не более пяти граммов соли в день. У него 150 минут умеренной нагрузки физической или 75 минут интенсивной в неделю. И потребление алкоголя в виде чистого этанола, спирта, да, для мужчин не более 168 грамм, и для женщин 84. Вот положено не менее 400 грамм, мы сказали, овощей и фруктов ежедневно потреблять. Это тоже относится к высокой приверженности здорового образа жизни. А расскажите, как, если сравнить с нашими соседями, с соседними субъектами, как выглядит Карачаево-Черкесия на фоне субъектов наших других? Высокая приверженность здорового образа жизни. Это то, что если посмотреть, у нас тут Ингушетия, лидер 29%, у нас 10,7 мужчины. То есть вот если в масштабах округа смотреть, так вот в целом, да, по многим показателям, не только по одному. В числе первых позиций традиционно идут Ингушетия, Чечня. Там, где занятия самостоятельно, спортом, такой тоже есть вопрос. Там у нас лидеры Дагестан, Кабарда. Мы отстаём. То есть есть куда стремиться и над чем работать. И это же и разъяснительная работа, и другие мероприятия органов в этой сфере управления, которые для этого и созданы, чтобы политику эту государство проводить в соответствующей сфере. А здесь видно по, опять же, итогам, что мы где-то в середине находимся. Не так активно у нас это, ну как, население, хотя в селе, да, у всех есть личное подсобное хозяйство. Но показатели, они не настолько вот такие, чтобы говорить, что да, у нас всё хорошо, много этого потребляется, овощей, фруктов. А это тоже недостатки в питании, это тоже ведёт к различным заболеваниям. Поэтому информация вот, она вот в плане здоровья, конечно, неоценима. Для того, чтобы для органов здравоохранения, куда сосредоточить свои усилия. В плане занятия спортом, для других в сфере спорта, да, где дальше. Если мы видим, что на селе уже показатели хорошо, а в городе хуже. Если говорить о вредных привычках, у нас доля тоже высока тех, кто не курит табачные и нетабачные, курительные и некурительные изделия. Это тоже здесь формируется информация. Но по сравнению с Чечнью и Ингушетией мы довольно-таки отстаём. Вот у нас показатели были прям очень низкие в прошлом году, а по итогам 2022 года заметно возросли и в плане мужчин, и женщин тоже. Причём до 2022 года лидировали, скажем, здоровый образ жизни женщины на селе. То уже в 2022 году наиболее высокий показатель сложился женщины, проживающие в городской местности. Есть там и такие вопросы, как знаете ли вы, имеете ли вы представление о том рациональном режиме и о питании, да, вот здоровом, имеете ли вы представление. И очень удивительно было, что ведь невелик процент даже одну треть не составляет тех, кто хорошо осведомлён. А 15% ответили, что они вообще ничего не знают. И, конечно, а те, которые так относительно знают, так не очень хорошо и что-то слышали, таких тоже, ну вот, они как бы примерно одинаково распределились. Все, которые знают, не очень хорошо знают. И это говорит о том, что люди же должны знать, чтобы, да, образ жизни улучшать постепенно. Хотя один из критериев – это же занятие спортом. По нему тоже мы видим, особенно на селе, что значительно возросла доля тех, кто занимается организованно спортом. Вот я думаю, что это в итоге, мы же видели, компании были такие в течение последних нескольких лет, когда открывались в каждом районе, да, в сельских населённых пунктах, спортшколы, спортзалы и так далее. И вот, как бы, мне кажется, итог вот как раз-таки свидетельствует о том, что какие-то мероприятия, они успешно претворяются в жизнь, и это видно по ответам наших респондентов. Кустан Магомедовна, спасибо большое, что нашли время и ответили на наши вопросы. Спасибо вам.